Всем доброе время суток, драгоценные друзья! Я рада, что мы с вами проходим через это темное время суток и через темное время сезона, потому что жизнь, она разная, она полосатая, она сезонная, но Бог стабилен. И это для меня всегда радостная весть, что Он на троне, и Он не спит, Он не дремлет, Он не оставляет нас одних в темноте, а более того, наблюдает за тем, чтобы светильник наш весело горел. А кого светильник весело горит? Светильник праведника. Поэтому нам важно оказываться в этой позиции, правильно мыслить о Боге, правильно мыслить о себе, правильно мыслить об обстоятельствах и не давать им владеть нами, потому что нам с вами надо на обстоятельства повлиять, повеять Божьей мудростью и Божьим ветром благодати. И поэтому сейчас я высвобождаю этот ветер от престола Божьей благодати, чтобы он пришел в нашу жизнь. И это на самом деле удивительно, когда мы можем делать то, что мы делаем под его покровом, в его присутствии, зная, что небеса сегодня не молчат, небеса сегодня разговаривают с каждым человеком. И чем ночь темней, тем ярче звезды. И пусть эти звезды над нашей головой всегда светят, в нашем сердце всегда будет достаточно этому свету распространяться не только внутри, но и снаружи. И так как мы описываем с вами сейчас или рассматриваем то, что описано в Библии по отношению Хусия, который пришел в стан Ависалома, в Иерусалим, в город, куда вступила эта торжественная процессия бунтовщиков. Сейчас они выглядят как победители. Сейчас они выглядят как те, которые уже сыграли победу, но на самом деле они еще даже не вступили в войну. Но так как кажется, что они победители, поэтому они тут решают вопрос уже, так скажем, с плеча царского. И поэтому к Хусию были такие вопросы. Как же ты так быстро подвел своего друга? Как же ты так переметнулся? И он ответил, что раз с тобой Господь, то и я с тобою. И при том, кому я буду служить? Не сыну ли его? Как служил я Отцу твоему, так буду служить и тебе. А здесь он опирается на то, что Ависалому известно, насколько он был верный Давиду. И тем самым он еще больше желает расположить Ависалома. И сердце свое сейчас он, так скажем, открывает для него вот с этой стороны. Что я же служил Ависалому, вернее, Отцу твоему Давиду, так и я и тебе буду служить. Для Ависалома это добрая весть. Конечно, он не понимает, еще не видит здесь того, что замысел другой. Не назовем его коварным, потому что это вынужденная мера Давида. Ему надо знать, что происходит внутри вражеского стана. Тем более, что для него врагом сейчас является собственный сын. А воевать с собственным сыном он не хочет до такой степени, чтобы его уничтожить. И у него два врага, с которыми ему приходилось вот так соприкасаться. Саул, будучи царем и помазанником, которого он тоже не мог убрать, хотя мог. А в данном случае сын Ависалом, которого тоже он мог убрать, но пока не знает, как лучше сделать, чтобы его не лишить жизни. То есть вот у него два таких очень непростых момента было в жизни, когда надо разбираться уже не как воину, а как отцу, либо там как сыну. И вы знаете, что интересно? Что невозможно стать полноценным отцом, если ты не стал полноценным сыном. И поэтому к Саулу у него проявилось сыновство. К Саулу он смог прийти с почтением, несмотря на то, как Саул действовал против Давида. И сейчас у него появляется полнота защиты от небесного отца, потому что он стал все-таки сыном по отношению к Саулу. А сейчас с Ависаломом ему надо навести тоже порядок. Но без Бога это сделать невозможно. И поэтому он посылает туда, посылает того, который называется его другом, Хусия, который, в общем-то, и разбирается сейчас в этой ситуации так, как разбирается. И у нас с вами есть необходимость попросить у Бога на каждую ситуацию нашей жизни ту мудрость, которая сделает нас сильнее врага, который выведет нас из тьмы и мрака, чтобы мы там не остались, а вышли на свет и получили ясный смысл для того, как действовать дальше. Небесный Отец, я благодарю Тебя за ту меру верности, которую Ты давал нам иметь на предыдущие этапы жизни, в разных отношениях, в разных ситуациях. И ведь то, что мы имеем доброго внутри себя, оно от Тебя, потому что всякое даяние добрый и дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов. Я благодарю Тебя, что мы пользуемся сейчас Твоим даром, пришедшим в нашу судьбу. И мы пользуемся тем, что называется благо есть славить Господа. И мы славим Тебя, мы превозносим Тебя, независимо от того, что видят наши глаза за поворотом или за окном, когда может быть холодно, может быть темно, и разные сезоны, и разные обстоятельства. А мы Тебя славим, потому что Твой свет, он над обстоятельствами, он над пространством, земля. И мы принимаем Твой небесный свет в свою жизнь. И благодарим Тебя, что Ты ведешь нас и доведешь до полного результата и полной победы. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, до новых встреч, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»